Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! Сегодня вторник, 19 января. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. Главный государственный жилищный инспектор Ульяновской области Александр Сорокин напомнит нам о том, что с 1 января закончился срок действия моратория на начисление штрафов и пений за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, введенного постановлением правительства Российской Федерации в апреле прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции. И теперь на неоплаченные своевременно по счетам суммы вновь будут начисляться пений и штрафы. Ульяновская область в полном объеме обеспечена лекарствами для лечения коронавирусной инфекции, в том числе и являвшимся до недавнего времени дефицитным в нашем регионе препаратом дексаметазон. Подробности узнаем от заведующей аптечным складом Виолетты Шукшиной. Всем, кто пока не может найти работу, региональная служба занятости предлагает в качестве временного трудоустройства участие в общественных работах. О преимуществах такой формы занятости для граждан, ищущих работу, расскажет руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлана Дронова. Более 10 лет в регионе по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова реализуется программа восстановления и благоустройства родников. В 2021 году в Ульяновской области будут обустроены 24 источника чистой питьевой воды. Об итогах работы в 2020 году областного государственного бюджетного учреждения Ульяновское училище техникум Олимпийского резерва и о планах на год наступивший поговорим с директором учебного заведения Сергеем Кузьминым. Вместе со звукорежиссером Светланой Дубровиной мы подготовили для вас новый выпуск популярной рубрики «Песни из любимых кинофильмов». Вы услышите рассказ о еще одном знаменитом кинофильме и песню из этого фильма. В связи с пандемией коронавируса в апреле 2020 года гражданам был предоставлен ряд льгот при осуществлении оплаты жилищно-коммунальных услуг. В частности, был установлен запрет на начисление штрафов за долги и введен мораторий на поверку счетчиков. С 1 января 2021 года эти льготы отменены. Об этом нам сегодня напоминает главный государственный жилищный инспектор Ульяновской области Александр Сорокин. С 1 января наступившего года закончился мораторий, введенный ранее постановлением правительства, которое отменяло потенциальную возможность у исполнителей коммунальных услуг и организации, которые предоставляют жилищные услуги начислять пение и штрафы в случае неоплаты, либо неполной оплаты населением тех денежных средств, которые им были начислены. С 1 января текущего года у поставщиков коммунальных ресурсов опять возникает право требовать уплаты штрафов, пений и неустойок. Такое же право возвращается и к региональному оператору по капитальному ремонту и, соответственно, к организациям, осуществляющим управление жилищным фондом за жилищные услуги. А у населения, у собственников помещения на квартирных домах, соответственно, появляется обязанность оплачивать в соответствии с требованиями закона начисленные им пение и штрафы. Та задолженность, которая была до момента вступления в силу этого постановления правительства, она, естественно, сохраняется. Сохраняется право на ее взыскание, в том числе судебное. И, начиная с 1 января, то, что будет не оплачено, оно впоследствии будет оплачено тоже с соответствующими штрафами, с соответствующими пенями. Правильно ли я понимаю, что тот долг, который образовался в период с апреля 2020 года до 1 января этого года, он, конечно, тоже должен быть оплачен, но пени и штрафы по нему не начисляются? Сам период действия моратория с апреля по декабрь На задолженность, которая образовалась в период действия моратория, пени не начисляются и штрафы. Они начисляются на существовавшую ранее задолженность, и которая появится, соответственно, после 1 января. При этом и в самом постановлении правительства, ведь речь шла только о запрете эту задолженность предъявлять собственникам. То есть судебный порядок взыскания задолженности, он действовал в период моратория, и была такая потенциальная возможность у ресурсоснабжающих организаций и у жилищных организаций обращение в суд за взысканием. Судебный порядок взыскания недоимок мораторий не отменял. Я так подробно остановился на этом вопросе, потому что из некоторых других регионов уже поступают сообщения о том, что там гражданам предъявляют пени и по долгам, образовавшимся в период моратория, а граждане считают это нарушением закона. Если такие случаи будут, то, естественно, необходимо собственнику, которому предъявлено к оплате незаконно начисленное пение штрафа, обратиться в орган государственного жилищного надзора после проведения проверки, выяснения всех обстоятельств, в ресурсоснабжающей организации либо в управляющей компании будет выдано предписание о перерасчете, если это действительно будет начислено незаконно. Прошлогодний мораторий также касался поверки счетчиков, правильно? Был введен мораторий на поверку приборов учета, то есть те приборы учета, срок поверки, у которых заканчивался вперед моратория, они считались действующими. А сейчас? Если срок поверки истекнут в период действия моратории, то необходимо сейчас проводить поверку. Не спровоцировал ли этот мораторий рост долгов по жилищно-коммунальным платежам? Есть такая статистика? В качестве положительного момента стоит отметить, что по данным крупнейшего Ульянской области платежного агента, процент сбора за коммунальные платежи в 2020 году стал выше, чем он был в 2019 году. То есть больше людей своевременно оплачивали коммунальные услуги. На первый взгляд парадокс. В период, когда собственникам жилья перестали угрожать наказаниями за неуплату, они стали более дисциплинированно оплачивать коммунальные услуги. Как вы думаете, с чем это связано? Увеличение процента собираемости денежных средств за потребленные жилищно-коммунальные услуги может быть связано с расширением возможности оплаты этих услуг путем онлайн-платежей. Были запущены в том числе и на территории Ульяновской области платежными агентами дополнительные сервисы. Ресурсоснабжающие организации предлагают свои сервисы для онлайн-оплаты. Через Сбербанк онлайн это можно сделать, можно сделать через личный кабинет. Практически все ресурсоснабжающие организации так или иначе сейчас предоставляют возможность без наличной оплаты и оплаты без похода в РИЦ. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» – будни. Факты, события, комментарии. Ульяновская область обеспечена лекарствами для лечения коронавирусной инфекции в полном объеме. Такая информация поступила из Министерства здравоохранения Ульяновской области. В частности, долгое время дефицитным был такой важный для лечения коронавирусной инфекции препарат, как дексаметазон. На сегодняшний день дефицит этого препарата устранен. И теперь этого лекарства хватит всем нуждающимся. Говорит заведующая аптечным складом Виолетта Шукшина. На аптечный склад Ульяновской государственной аптеке поступило более 2000 упаковок лекарственного препарата дексаметазона в таблетках. По разнарядке Министерства здравоохранения 630 упаковок расписаны. И теперь лечебные учреждения приезжают и забирают их. При этом необходимо отметить, что существует три схемы лечения коронавируса. И дексаметазон назначается не всегда и не всем заболевшим. Решение принимает врач в зависимости от состояния пациента. И еще два важных напоминания. Во-первых, необходимые лекарства могут быть доставлены больному домой. Это сделают либо работники медицинских учреждений, либо волонтеры. Во-вторых, специалисты-медики продолжают неустанно напоминать о том, что необходимо строго выполнять все меры предосторожности. А именно, избегать мест скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, носить в транспорте и общественных местах маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Всем, кто по каким-то причинам не может найти работу, региональная служба занятости предлагает в качестве временного трудоустройства участие в общественных работах. О содержании общественных работ и преимуществах такой формы занятости для временно безработных, но активно ищущих работу граждан рассказывает руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлана Дронова. Общественные работы – это работа, которую мы называем очень нужными и оперативными, такой вид занятости для граждан, которые в данный момент, особенно сейчас в период пандемии, не могут найти ту работу, которая им подходит по специальности, по образованию. И временно, чтобы подработать, чтобы получить какие-то деньги больше, чем пособия, могут устроиться на временные общественные работы. Сейчас идет большой набор для помощи городскому хозяйству, для помощи в уборке нашего города Ульянска, для того, чтобы он был красивым, очищенным от снега, благоустроенным. Идет большой набор через два муниципальных учреждения – Дорьемстрой и городской центр благоустройства и озеленения. Общее количество вакансий, которые выставлены на эти временные работы, около 300 таких рабочих мест. У нас идут открытые кадровые отборы. Мы подбираем людей, желающих и нуждающихся в таком трудоустройстве. Организован прием на базе администрации районов городских. И порядка 350 человек получили от нас приглашение на этот отбор. Мы надеемся, что мы потребность закроем. И приглашаем всех наших граждан, которые стоят на учете в службе занятий по безработице, которые просто не имеют работы, не стоят на учете, принять участие вот в таких работах. Следите за нашей информацией на сайте агентства. Мы все там размещаем. Люди, которые на эти работы устраиваются, они оставляют за собой статус безработного. То есть мы не снимаем их с учета. Мы продолжаем подбор основной работы таким людям. Они не лишаются права на пособие по безработице. Но при этом добавляется еще выплата заработной платы с того рабочего места, куда они устраиваются. Ну, вот конкретно благоустройство. И еще наша доплата фиксированная в размере полутора тысяч. Поэтому если сложить все это вместе, то зарплата плюс наша выплата плюс пособие, человек будет на этом виде работы сейчас конкретно на благоустройстве получать от 20 тысяч. В зависимости от величины пособия, которую он сейчас получает. По каким критериям идет отбор на эти общественные работы? Ну, поскольку эта работа на улице, она связана все-таки с нахождением на открытом воздухе, зима, конечно, сам работник потенциально будет смотреть, подходит ему или нет условия. Состояние здоровья и физическое состояние, потому что все-таки физическая работа. А в общем никаких сложных критериев сейчас по отбору нет. Если договорились между собой работодатели, потенциальный работник, если есть желание, то, собственно, больших ограничений здесь нет. Имеется в виду, что это временное трудоустройство. Но насколько временное? Какие временные рамки могут быть у общественных работ? В зависимости от потребностей, которые есть у работодателя. Но сейчас пока речь идет о трех месяцах, но вполне возможно, что этот срок будет увеличен. А по жизненной ситуации человек может и более короткий период выбрать. Он может и месяц работать, и две недели. Ну, потому что может подбор основной работы произойти, и человек просто перейдет на основную работу. Снимите с учета. В Ульяновской области в рамках реализации государственной программы охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов Ульяновской области выполняются работы по благоустройству родников. Напомню вам о том, что в прошлом году в Ульяновске начато благоустройство родника «Белый ключ», имеющего статус особо охраняемой территории. Здесь была отреставрирована лестница, русло ручья очищено от ила, грунта и мусора. Установлены лавочки и урны. В 2021 году планируется отремонтировать подпорную стенку родника. Всего же в 2021 году в Ульяновске будут благоустроены три родника. Кроме уже названного родника «Белый ключ», будет приведен в надлежащее состояние, также имеющий статус особо охраняемой территории, родник «Моришка», а также родник «Сахарный», расположенный на особо охраняемой природной территории регионального значения «Винновская роща». В декабре 2020 года произведены работы по восстановлению источника у подножия Никольской горы в рабочем поселке Сурское. Здесь были демонтированы старая деревянная беседка и деревянный настил. Установлены новый сруб, обработанный специальной защитной пропиткой, скамейки, стол, уложен новый настил и размещена табличка с информацией о результатах лабораторных исследований родниковой воды, подтверждающих ее соответствие санитарно-гигиеническим нормам. А в начале этого года был обновлен сруб родника «Головник» в селе Волынщине Кузоватовского района, а сам родник очищен от ила. Еще два источника с чистой водой, которые используются местными жителями для питьевых нужд, были благоустроены в январе в Николаевском районе. В деревнях Новая Петровка и Федоровка были полностью заменены каптажные сооружения родников, установлены новые деревянные срубы, лавочки, благоустроена прилегающая территория. В этом году в Николаевском районе запланировано восстановить еще два родника в селе Паника и в рабочем поселке Николаевки. Программа по благоустройству родников реализуется в регионе по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова уже более 10 лет. И в 2021 году по данной программе запланировано восстановление и благоустройство 24 родников. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Спортивный клуб Прошедший 2020 год был непростым для спортсменов и был непростым для учащихся. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ульяновское училище техникум Олимпийского резерва объединяет в своих стенах обе эти категории спортсменов и учащихся. Об итогах деятельности профессионального образовательного учреждения в 2020 году и о планах на год наступивший сегодня в нашей программе мы говорим с директором Ульяновского училища техникума Олимпийского резерва Сергеем Кузьминым. Несмотря на эту ситуацию, детей надо учить, спортсменам надо добиваться новых результатов, мы на это затачивали свою работу и думаю, что многое у нас получилось, но многое, конечно, предстоит еще сделать. Прежде всего, конечно, буквально с 1 сентября мы поставили задачу, что Ульяновский техникум Олимпийского резерва это учреждение, которое дает качественное образование. То есть такой наш главный посыл. И я думаю, что студенты уже ощутили, что требования по образовательной деятельности, несмотря на то, что много ее было на дистанционном режиме, они повысились. И, в общем-то, в этом направлении мы свои требования усилили. Потому что мы считаем, что любой даже выдающийся спортсмен, который у нас обучается, в любом случае он потом пойдет к детям и он должен не только своим примером воспитывать, но и должен знать азы, которые наш очень качественный педагогический состав, соответственно, дает. Второе – это, конечно, спортивные результаты. У нас благодаря позиции губернатора Сергея Ивановича Морозова, нашего министра спорта Ульянской области Рамиля Евгеньевича Егорова, появились два новых отделения. Это отделение конного спорта. Долго мы об этом мечтали, наконец-то появилось. Очень большое количество детей хотят им заниматься. И вот впервые появилась такая возможность на ипподроме. Раньше это была возможность только в Ишеевке заниматься. Сейчас на ипподроме около 70 детишек у нас бесплатно занимаются. Кроме этого, за Волгой полставки появились у нас по велоспорту. Это тоже наш олимпийский вид спорта. Но в наших планах и сейчас рассматривается возможность открытия еще нескольких отделений по олимпийским видам спорта. Вопрос сейчас отрабатывается в нашем министерстве. И будем рады. Соответственно, для тех, кто не знает, у нас по 16-ти сейчас отделениям, соответственно, есть ставки, есть спортсмены. И в итоге более тысячи молодых людей Ульяновской области занимаются у нас олимпийскими видами спорта. В этом году нас радовали традиционно и тяжелая атлетика результатами, и спортивная гимнастика, и гребли на байдах каноэ. То есть это вот такие ведущие наши виды спорта, где растут у нас результаты. Хочу также отметить, что большую работу мы проводим по поручению нашего губернатора Сергея Ивановича Морозова по выстраиванию отношений с ведущими федеральными спортивными и вообще ведущими федеральными вузами. Было подписано соглашение с Российским международным Олимпийским университетом. И несколько наших сотрудников прошли обучение в Российском международном Олимпийском университете. В этом году тоже будут там обучаться. Сейчас у нас на выходе проект по повышению квалификации и переподготовки, который мы подготовили в рамках соглашения, которое Сергей Иванович подписал с Высшей Школой Экономики. И мы будем рады представить всем тем, кто хочет повысить свою квалификацию или пройти переподготовку. Это уже для взрослых людей, я говорю, то есть для специалистов. Наш техникум будет заниматься этим направлением. Пока для взрослых людей у нас открыто также заочное отделение, на котором у нас сейчас обучается 56 студентов. Ну, это вот вкратце подводим итоги прошлого года. Я не буду останавливаться на развитии инфраструктуры. Кое-что нам тоже в этом направлении удалось, но тут еще нам много-много придется работать. И наш главный принцип – это вот работа со всеми, с теми, кто заинтересован. И мне очень приятно сказать, что наряду с нашим губернатором, который во всем нас поддерживает, нашим министром, у нас есть плечо в виде депутатов наших и в лице районной власти, городских властей и ближайшего актива. То есть мы активно встречаемся с жителями. Есть такая концепция развития нашей территории. Сейчас прописывается концепция развития ближайших территорий. Проводится определенное обновление территории, благоустройство, обрезка аварийных деревьев. Вот буквально недавно состоялось. Поэтому все это вот для того, чтобы наши условия для студентов, для слушателей, для тех, кто к нам приходит, работает, качество услуги, качество нашей работы было выше. Но уже вот наступил 2021 год, конечно, стоит перед нами задача основная – это качественно осуществить набор уже новых студентов, первокурсников. Министерство образования нам согласовало 75 бюджетных мест. Большие задачи, какие у нас стоят? Первое – это 25 отобрать спортсменов элитного уровня, то есть те, которые, соответственно, показали свои результаты на уровне членов сборной России, членов сборной Ульяновской области. В первую очередь по олимпийским видам спорта, конечно, по базовым видам спорта Ульяновской области. Таких вот 25 бюджетных мест будет, 25 мест для учителей физической культуры, то есть тех ребят, которые мы видим, что должны вернуться в первую очередь в сельскую местность и начать реализовывать программы системы образования, программы спортивные, такие как футбол школу, волейбол школу, борьба в школу, ну и целый ряд других проектов. 25 будет у нас тренеров для сельского спорта, потому что мы видим, что те объекты, которые за последние 12 лет активно построены, они не везде активно используются, и в этом есть проблема. Не хватает специалистов? Да, мы сделали запрос во все муниципальные образования, получили ответ, какие специалисты им нужны, и вот сейчас затачиваем не просто на общую численность выпуска, мы затачиваем свою работу на конкретного потребителя и знаем, где нам нужно тренера по плаванию, где нам нужен тренер по другим видам спорта, и в общем-то мы сейчас уже в этом году практику именно таким образом и построили, что наши студенты именно ориентированы на конкретные места, где они будут работать. То есть после получения диплома у них будет сразу же рабочее место? Да, но что касается девушек, это быстрее, потому что им в армию не идти. У ребят, у многих сначала будет армия, а затем уже будет трудоустройство на это рабочее место, он может уже работать, и если будет желание получить высшее образование, то, соответственно, будет параллельно получать высшее образование. Это действительно важно, потому что нам сейчас очень сложно бывает оценить, какие новые объекты нужно построить, какие новые объекты нужно запланировать, пока вот в полном объеме не заработают те объекты спортивные, которые уже есть. И очень важно вот насытить жизнью их, а для того, чтобы любой объект наполнить жизнью, в первую очередь там должны быть руководители и в первую очередь должны быть сотрудники, которые понимают, что нужно, как нужно организовывать процесс. Это вот задача, которую мы перед собой ставим. То есть у нас задача выпустить не только молодого человека, который имеет знания по какому-то конкретному виду спорта и общие теоретические знания, а подготовить такого универсала, который может организовать пространство работы как в школе, так и в районе, в своей спортивной школе и среди разной категории населения. Потому что особенно в сельской местности именно такой универсал и нужен. Вы уже неоднократно упомянули о том, что особенно большой популярностью пользуются ваши учебные заведения среди сельских ребят. Но сразу вот такой уточняющий вопрос возникает. Все-таки для того, чтобы учиться сельским ребятам в вашем техникуме, нужно создать для них особые условия проживания, питания. Это в техникуме есть? Да, соответственно, в условиях города Ульяновска эти все условия есть, хотя не в полном объеме, конечно, от потребности, но самым нуждающимся и самым выдающимся первокурсникам, второкурсникам эти все условия предоставляются проживанию в общежитии. Кроме этого, спортсмены получают у нас трехразовое питание, те, которые выступают на высоком уровне и являются студентами нашего училища. Кроме этого, наиболее выдающиеся в тех или иных отраслях в спорте, в творчестве, в волонтерстве, в других, имеют возможность получать дополнительные стипендии. Ну, в первую очередь, конечно, за обучение. Поэтому все эти плюсы, благодаря областному бюджету, они у нас есть. И, конечно же, я думаю, что ребятам, которые хотят продлить свою спортивную жизнь, выйти на новую уровень, потому что не всегда в районах области у нас есть такие возможности, я думаю, что с удовольствием нужно воспользоваться и поступать к нам в училище. Мы готовим позитивных, спортивных, интересных людей, которые, с нашей точки зрения, должны изменить жизнь тех муниципальных образований, ну и вообще принести пользу большую. То есть мы растим будущее Ульяновского с одной стороны спорта, а с другой стороны ульяновской педагогики. Недавно губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, посещая Сенгелеевский район, высказался о создании в этом районе территории опережающего развития в области спорта. Прокомментируйте, что это значит? Действительно так сложилось, что в целом ряде муниципальных образований, в первую очередь в Сенгелеевском районе, спортивные объекты появились современного качества и такого уже не районного, а областного уровня. То есть мы помним, что там открылся ФОК, а в 2014 году открылся большой стадион. В 2016 году в областную собственность Минспорт был передан Центр Олимпийской надежды, который мы потихонечку устанавливали, и многие спортивные федерации там реализовывали свои программы. И, конечно, территория Сенгелеевского района, благодаря наличию таких объектов, благодаря тому, что у нас там есть еще два областных учреждения, две школы, то есть достаточно много детей, может быть той территории, как поставил и назвал ее губернатор, территория опережающего развития физической культуры и спорт. Что подразумевается под этим? Во-первых, наше училище рассматривает возможность открытия там своего отделения на базе как раз Олимпийских надежд. То есть туда могут спокойно поступить на бесплатное отделение дети ближайших районов и самого Сенгелея, те, кто в других районах будут обеспечены общежитием. А самое главное, что вот на тех объектах, которые там построены, будет организована круглогодичная, ежедневная, очень качественная работа. То есть мы планируем, что постоянно там будут на практике наши студенты, наши ведущие тренеры. То есть наш техникум будет проводить круглогодично там профильные смены, обучающие смены, привозить те или иные соревнования, которые можно провести. Будет, я очень надеюсь, что скоро можно будет проводить соревнования. Но самое главное, мы планируем, что все лето будем организовывать сборы тематические, спортивные, лагеря на базе вот этой инфраструктуры. В идеале мы рассматриваем, что 100% молодежи Сенгелеевского района будут заниматься в тех или иных секциях, кружках. Надеемся, что организация такой работы позволит показать, как одна из моделей того, чтобы в муниципалитете все население так или иначе занималось физической культурой и спортом было вовлечено. Что, в общем-то, указы президента нам с вами предписывают. Напомню, что мы должны обеспечить не менее 70% регулярно занимающихся физической культурой спорта в нашей стране. Вот одна из таких моделей пока разрабатывается и планируется реализоваться в Сенгелеевском районе. Полностью беседу с директором Ульяновского училища техникума Олимпийского резерва, заместителем руководителя совета при губернаторе Ульяновской области по развитию физической культуры и спорта Сергеем Кузьминым слушайте сегодня в вечерней программе радио государственной телерадио компании «Волга» «Спортивный клуб» в 19 часов 35 минут. А сейчас нашу утреннюю программу продолжает популярная рубрика «Песни из любимых кинофильмов». Песни из любимых кинофильмов. Три дня в Москве. Советский двухсерийный комедийный музыкальный художественный фильм, снятый в 1974 году режиссером Алексеем Кореневым по сценарию Альберта Иванова на киностудии «Мосфильм». Сюжет. Из Сибири в трехдневную командировку в Москву попадает милиционер Иван Федотов. В качестве награды за хорошую работу начальство примировало поездкой в столицу его начальника Степанова. Но Степанов, не рискуя оставить неопытного и горячего Федотова на работе одного, отправляет в Москву его вместо себя. В Москве Федотов старается поступать так, как поступил бы Степанов на его месте, что ему не всегда удается. И он попадает в разные комедийные ситуации. Молодого сибирского милиционера то задерживает московская милиция, то он воспитывает карьериста-жениха, соседа по гостиничному номеру, то по просьбе пожилой женщины выдает себя за ее внука. И даже влюбляется в строгую девушку, лейтенанта столичной милиции. Главные роли в фильме сыграли замечательные актеры Семен Морозов, Станислав Садальский, Наталья Варлей, Светлана Крючкова, Евгений Вестник, Валентина Спирантова. Фильм музыкальный. А значит, в нем звучит много песен, которые исполняют Павел Кровецкий, Валентина Толкунова и Нина Бродская. Музыку написал Эдуард Калмановский, а стихи – один из лучших поэтов-песенников Леонид Дербенев. Самая известная песня из этого фильма – это, конечно же, «Ты говоришь мне о любви», которую в фильме поет героиня Наталья Варлей, очаровательная сотрудница милиции Оля. Давайте послушаем эту песню в исполнении Нины Бродской. «Ты говоришь мне о любви», «А разговор напрасно начат». Слова я слушаю твои, Но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, Только сразу это не поймешь. Одна снежинка, Еще не снег, Еще не снег, Одна дождинка, Еще не дождь. Одна снежинка, Еще не снег, Еще не снег, Одна дождинка, Еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою. Придет, как ливень, как метель, все заслони вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. И, может быть, вдруг я сама тебе в глаза взгляну иначе. И станут вещами слова, что ничего сейчас не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания.